Всем привет! Сегодня будут две партии моей колоды на бестелесных, с которой я пришел на гран-при и которой явно не наигрался. Состав колоды и ее идею я разбирал в видеоотсчете, поэтому сразу перейду к делу. Выбрался на Констрактед, получил в первом туре поражение на вскрытие от Михаила Тищенко, я увидел Рега и Двухгорца в первом ряду против Двухахти, Призрака, Скальника и Умпи, и предложил оппоненту сыграть еще раз просто так. Он решил потестить колоду на Фенрире, на мой взгляд это самый легкий матчап для духов. Я проиграл бросок на ход, что было мне даже на руку, потому что я смог взять шамана Душегрыза, который в одиночку способен обломать волку все планы. Раздал себе двух Ахти, двух Ремант, Призрака Зенды, Скального Фантома, Одного Духа, Троллока, Оборотня и Мэри. У противника достаточно стандартный расклад из Фенрира, Ледового Стража, Горца, Бесплатного Пирата, Линет, Лучницы и Крондока, разве что вместо Жирага на поле вышел Астральный Двойник, который выбрал целью одного из моих Ахти. При попытке Фенрира отойти в сторону, я вскрыл Душегрыза, и противник готов был уже смириться с укусом по своей карте. Пришлось напомнить ему, что Ледовый Страж может в стэк закрыть шамана, что он и сделал. Волк пробил в итоге по Призраку Зенды, но Ахти принял удар на себя и отбился. Я выкинул шестерку, а у Фенрира даже с опытом было всего лишь четыре. Трупоедство и так законтрено, так еще и Кубик помогает духам. Затем немного урона прилетело в Ахти и Призрака Зенды, отведающего запасами, Крондока и Линет. Астральный Двойник телепортировался и атаковал Призрака, я не стал вставать в защиту оборотням, и противник выбрал размен ударами. Корец атаковал Призрака, но попал по Скальному Фантому. Точнее, попал, но не пробил, потому что выкинул чет. Лучница накинула единичку в Троллока, и моя Мэри в конце нанесла одну рану Ледовому Стражу. Надо его устранить, чтобы он не мешал моему шаману контролировать Фенрира. Первым делом атакую Ледового Стража. Реманда и Дух Горы на троих вносят 5 урона, и он остается в хите. После чего перемещаюсь своими бестелесными картами так, чтобы зажать противника в одном углу, и не дать ему свободно маневрировать. Ахтями не спешу получать бонус к урону, потому что выгоднее атаковать уже в этот ход, а бить астрального двойника совершенно не хочется. Оборотнем атакую пирата, но оруженосец перенаправляет атаку в себя, и получает средний удар на 5, я выкидываю еще одну шестерку. Взрывная Мэри отправляет Ледового Стража на кладбище, теперь Фенрира останется беззащитным перед Душегрызом и будет бить своих. Две Ахти начинают бить лучницу Снорганга, оба выкидывают слабый, но и это неплохо. Призрак Зенды атакует Горца, наносит ему 2 раны. Троллок, пошедший в рукопашную, добавляет еще двоечку, и на этом завершаю ход, оставляю скального фантома в защите, чтобы у оппонента не было даже гипотетических шансов убить моего оборотня. Взрывная Мэри внезапным действием ранит Ахти. Начинается ход противника, и только он успевает развернуть свои карты, как я уже радостно тянусь к Душегрызу, заставляя его Фенрира атаковать своего ведущего. Можно было бы добить оруженосца, но зачем терять урон, если можно не терять? Волк средним ударом оставляет пирата в двух хитах. Лучница Снорганга, Горец и Завхоз передвигаются так, чтобы добить раненого Ахти. Он и так выбран целью Астрального, поэтому так или иначе не жилец, с его смертью мне будет даже проще. Единичка прилетает от выстрела, а Горец кидает сильный. Ахти остается в трех хитах. Пират, Двойник и Мэри должны справиться с добиванием, но сначала Линет пытается размять призрака Зенды, получается выдать всего лишь единицу, и затем ведущий запасами выдает по нему сильный. Он остается в одном хите, но это значит, что Ахти поживет еще немного, что в целом равнозначно в текущих условиях. Крондок добивает и изгоняет призрака, а Астральный Двойник занимает место рядом с Фенриром, чтобы защищать его от Оборотня и убить мне Ахти своей способностью. Начинаю свой ход и по плану у меня уничтожение лучницы, пирата и, если получится, двойника. Шаманам сразу коплю фишку, больше он ничего делать не может, хотя кто здесь делает для победы больше него, сложно сказать. Духом Горы наношу двоечку лучницы Снорганга и подхожу Ахтями к ней вплотную, чтобы при смерти она не смогла по ним выстрелить. Раненый Ахти слабым ударом наносит единицу и взрывная Мэри воздействием добивает ее, чтобы не было Вальхалы, хотя не особо она могла что-то тут изменить. Посмертный выстрел летит в реманду. Раненый Ахти мне больше не нужен и я хочу убить три существа за ход. Атакую Оборотням Фенрира, Астральник встает в защиту и отбивается, я выкидываю единицу, а противник шестерку. Это ему компенсация за промах Фенрира. Заодно и взрывная Мэри наказывает моего несчастного Волка, и вот внезапно он стал полудохлый. В здоровой Ахти телепортируюсь и получаю бонус к урону, прохожу в первый ряд и атакую ведущего запасами. Противник, разумеется, перенаправляет удар вооруженосца, я снова выкидываю единицу и снова получаю в ответ, но на этот раз хотя бы на ноль. Но эти ответки не особо меня беспокоят, поскольку все еще у меня есть в запасе три карты, а главную свою проблему, душегрыза, противник не спешит устранять. Троллок простым ударом наносит пирату единицу, пытается добить ремандой, оруженосец встает в защиту и получает свою заслуженную единичку. Вторая реманда завершает дело, отправляет таки пираты на кладбище. Засвеченный скальный фантом остается открытым, чтобы принять на себя удар Фенрира и, возможно, заблокировать его. Сложная ситуация для противника, не видно здесь для него шансов на победу, однако всегда стоит бороться до конца. Шансы могут появиться оттуда, откуда их не ждешь, как ясно показывают мои предыдущие видео. Фенрира атакует оборотня, назначаю защитника, бросаем кубики и выпадает разница в пять. Вдобавок, Мэри еще и может наказать скального фантома на два за единицу. Волк кидает на пробитие и попадает, на кубики нечит. Фантом остается в двух хитах и вот так у противника появляется шанс убить скального и затем убить оборотня, если оруженосец или Линнет смогут выдать средний. Но противник не увидел этой возможности, Мэри не ранит воздействием, а Линнет пытается убить скальника разрядом, выкидывает средний и у нее это получается. Горец и астральный двойник пытаются добить раненого Ахти, но на двоих вносят два урона, нужна еще единица и ее предоставляет взрывная Мэри. Ахти изгоняется, теперь астрального двойника можно спокойно убивать, не боясь его способности. Надо было конечно противнику убивать другого Ахти, тогда астральник всегда оставался бы для меня угрозой. Ну а крондок между тем добавляет двоечку в реманды. Оборотню нечего бояться, Фенрир будет законтрен душегрызом, поэтому он остается в форме волка, несмотря на раны. Ахти разгоняется и получает дополнительный урон, выгоднее было бы продолжать атаковать, но я уже расслабился, поскольку был уверен в своей победе вне зависимости от действий. Оборотням бью Фенрира, оруженосец перенаправляет атаку в себя и отправляется на кладбище, не получилось у него ни разу отбиться от моего битка без опыта в атаке. Дух горы и двери манды снова выдают на троих пять урона и добивают астрального двойника. Мэри и троллок отходят так, чтобы горец ни до кого не дотянулся, и на этом завершаю свой ход. Противник не успевает даже развернуть Фенрира, как я уже заставляю его пробить по своей Мэри, и на этот раз он кидает слабый. Битки без защиты от заклинаний против шамана душегрыза это всегда печальное и грустное зрелище. Горец надеется прикрыть кого-то от летающих, а Линет и Крондок убивают первую реманду, и это все, что смог сделать противник в этот ход. Оборотень выбирает реген, чтобы противник не рассчитывал на возможность выкинуть сильный горцем и убить его, Ахти будет прикрывать его от Фенрира на следующий ход, шаман копит новую фишку и атакую волка. Выкидываю шестерку, получается весьма неплохо для карты за пять золота, и паригенил на два и ударил на четыре. Дух горы пытался ударить Мэри, но горец встал в защиту, выкинул шестерку против моей двойки и выдал в ответ средний. Теперь он может и погибнуть. Ремандой наношу единичку Фенриру и передаю ход. Троллок два хода ничего не делает, но это не выглядит большой проблемой пока что. Фенрир пытается атаковать Оборотня, но Ахти встает в защиту, и так же как раньше огреб скальный фантом, получает сильный удар, но хотя бы на пять. Причем Мэри не стала его наказывать за единицу, чтобы добить Духа горы, если Линнет не сможет выкинуть средний. Так и получается, приходится закрыть три карты на Духа горы. Я остаюсь с одним летающим существом. Оборотень в форме волка делает кусь, волк в форме Фенрира получает четыре раны, Ахти бьет туда же и выкидывает слабый, но этого хватает, чтобы его добить. Большой и Страшный Волк отправляется на кладбище, за партию он нанес 11 урона по моим картам и 9 по своим. Не так уж и плохо сыграл. Реманды слабым ударом пробивают Мэри, и моя Мэри добавляет ей еще единицу, и она пока что еще живет в одном хите. За пару ходов я добил оставшиеся существа противника и закончил партию. На мой взгляд, ничего противник не мог сделать, чтобы победить. Бестелесные сами серьезно обламывают Фенрира, а в сочетании с Шаманом Душегрызом вообще тушите свет. А кроме Фенрира угроз на поле вообще не было. Вторая партия уже в рамках турнира, и против меня Михаил Полташевский с Монолесом, разбавленным пустыней Мидзара. Я снова проиграл бросок на ход, и снова это позволило мне взять в отряд Шамана Душегрыза, который хоть и не так хорош против существ защиты от магии, но все равно может найти себе цели для контроля. Я раздал себе двух Ахти и трех Троллоков, Оборотня, а также три Флайера. Еще бы Мэри против Единорогов, но и так получилось жирно. Проблемой стала расстановка, потому что я не хотел выставлять Оборотня в первый ряд, чтобы он не откис там сразу же. Пришлось начинать с дыркой и подставить Троллока. Противник выставил двух Вожаков, две Чародейки, одного Единорога, Барсана, Крондока и Дикого Циклопа, который явно хотел бы превратиться в еще одного Рога. В самом начале партии, не дожидаясь действия оппонента, Шаман Душегрыз заставил Барсана ударить по Чародейке. И это была ошибка, надо было, конечно, законтролить Циклопа, чтобы он точно никого не убил и не превратился. Но я, как всегда, не посчитал урон. Тем не менее, противник решил меня просить и совершил ответную любезность. Единорог прошел вперед и нанес магический удар по Троллоку, две Чародейки похилили Вожака и нанесли две раны вахте. Затем Дикий Циклоп пошел вперед и метнул бревно в Троллока, хотя если бы он сначала разрядился в него Чародейками, то мог бы убить и превратиться из страшного чудовища в прекрасного Единорога, чем сильно осложнил бы для меня ситуацию. Выкинул слабо и оставил две жизни. Центральная Чародейка сделала разряд и подлечила вожака, одна рана в Троллока и одна рана в вахте. Вторая добила Троллока и подлечила сама себя. Пустыня зарядилась на два превента. Левый вожак Сатиров отошел во фланг, чтобы освободить место для своего Барсана на следующий ход, но это было ошибкой. Теперь за счет своей мобильности я смогу выключить этого вожака почти до конца партии. Крондок сделал разряд приманды на два и зарядил пустыню на максимум. На этом оппонент закончил свой ход. Вскрываю третий ряд и показываю еще двоих Троллоков. Недолго радовался оппонент своей первой убитой карте. Невеста Окуня пророчеством показывает духа горы и получает бонус к дальности. Мне надо убить в первую очередь Дикого Циклопа, второй раз противник меня не простит и точно превратится им, поэтому нельзя давать ему такой шанс. Оборотнем отхожу в край поля, Троллока прячу в угол. Раненый Ахти пробегает в третий ряд, телепортируется домой и получает бонус к урону, становится напротив Циклопа, а второй Троллок встает рядом с первым. Затем второй Ахти повторяет схему и занимает клетку по центру. Невеста Окуня прячется за спину второго Ахти, а Шаман Душегрыз отходит в третий ряд и копит фишку. Теперь Вожак ни до кого не дотянется, а Барсану придется бить простым ударом по Ахти. Получилась очень хорошая позиционка. Начинаю убивать Дикого Циклопа, урона мне хватает с лихвой даже с учетом трех превентов до пустыни. Первым бьет оборотень, выкидываю слабый на 4, единица урона прорывается сквозь превенты. Затем атакует раненый Ахти, выкидываю слабый на 2, следующим бьет здоровый Ахти, снова выкидываю слабый, еще 2 раны. Два существа убить уже не получится никак. Метаю угловым троллоком, с бонусом, что приятно, но выкидываю опять слабый, осталось снести 4 жизни. Пришла очередь второго троллока, и снова летит слабая атака, еще 2 хита. Следующий к снаряду подходит Невеста Окуня, и тоже бросает слабый. 6 слабых атак подряд, впечатляюще. Ремандой пытаюсь добить, но Вожак Сатиров встает в защиту, бросаем кубики, и получается ударить слабым. Вожак получает 1 рану, хотя у него есть минус 1 от ударов летающих. Это меня только сейчас осенило, а тогда я об этом не вспомнил. Да и противник тоже. Дух горы добил таки дикого циклопа, ура, 7 карт смогли это сделать. Но надо сказать, что без пустыни все было бы проще. Номом бью по раненной чародейке, выкидываю еще один слабый удар. Все мои карты закрыты, но свою главную задачу я выполнил, и не сильно расстроился от обилия единичек и двоечек. Оппонент потерял всего 1 карту, но на поле как-то сразу стало посвободнее. Тем не менее, боевой потенциал вполне позволяет добить мне 2 карты. Вожаки и барсон подходят вперед, а единорог наносит простой удар по раненому Ахте. Выкидывает слабый, наносит 2 раны. Мог бы ударить магическим по оборотню, и сработали бы 2 излечения чародеек, сделать аж на целых 3 вэлью больше за одно действие. Но тогда, скорее всего, Ахте бы выжил, и противник решил сыграть надежно. Раненая чародейка делает разряд в реманду, и подлечивает вожака. Теперь через него можно поранить Ахте. Далее противник нанес магический удар барсанам по стоящему с краю вожаку. Он забыл, что можно ударить в защиту от магии, и это все равно бы удовлетворило условия чародеек, и они смогли бы выполнить лечение. 2 раны через вожака прилетают в Ахте, он остается в 3 хитах, и уже точно не выживает. Центральная чародейка делает разряд в реманды, там остается 2 жизни, лечит вожака, и накидывает через него еще 1 рану в Ахте. На пустыне Цзара накапливаются 2 превента, крондок добивает мелкого летуна и заряжает пустыню на максимум. Вожак атакует Ахте и выкидывает средний. Этого хватает, чтобы изгнать духа из игры. И пустыня сможет накинуть кому-нибудь еще единичку. Противник выбирает невесту окуня. Ей до смерти ближе всего вполне логичное решение. В начале моего хода невеста пророчествует, показываю ледового стража, бонус к дальности она не получит, но ей он сейчас и не нужен. Я собираюсь убить чародейку, чтобы уменьшить потенциал извлечения и урона воздействиями, для этого мне хватит и троллоков с летунами. Ахте проходит в первый ряд, чтобы не позволит вожаку подойти к оборотню и не дать противнику шансы на убийство моего самого мощного битка. Атакую единорога и выкидываю шестерку, пробиваю превент и наношу 3 раны единорогу. Ахте в свою очередь бьет по вожаку сатиров, чтобы через него не заливали урон, наношу ему 2 раны. Первый троллок метает в раненую чародейку, выдает 3 урона, второй метает туда же и снова выпадает средний, чародейка отправляется на кладбище. Это мне компенсация за 7 слабых атак в первый ход. Невеста окуня идет вперед, чтобы заткнуть своим тельцем проход вожака к шаману и троллокам, пусть она погибнет, но притормозит наступление на один ход и метает в единорога на один. Номы дух горы бьют по оставшейся чародейке, начинаю разминать ее, чтобы убить в следующий ход и оставить противника без хила и с еще меньшим количеством превента. Наношу 4 раны и передаю ход. Шаманом душегрызом сразу закрываю барсаны, заставляя его ударить по вожаку сатиров, у которого есть защита от заклинаний, поэтому урона он не получает. Вожак в краю поля снова будет бездействовать уже третий ход подряд. Вожак в центре бьет по невесте окуня, которую я специально для этого и подставил, выкидывает средний и она остается в одном хите. Было бы идеально ей добить единорога, но у нее все равно было мало шансов на выживание. Чердейка добивает невесту и подлечивает единорога. Заодно заряжает пустыню превентом, радует, что их уже будет не 3. Пустыня ранит воздействием Ахти, а Крондак делает разряд в духа горы. Два превента есть. И на этом противник неожиданно заканчивает ход, оставляя единорога открытым, наверное думает, что я буду его бить, и он сможет отроляться. Но мне спешить некуда, преимущественно моей стороне, и бить в открытых я не собираюсь, когда есть и другие доступные цели. Оборотнем двигаюсь влево, Троллок отважно идет вперед, чтобы освободить место для Троллока и душегрыза, чтобы окончательно забиться в угол и не дать вожаку шансов дотянуться до кого-либо. Троллок метает в чародейку, выкидывает шестерку, снимаю два превента и наношу единичку. Второй Троллок и Шаман отходят влево, и следует второе метание в чародейку, среднее на 3. Дух горы добивает ее, теперь у противника не будет хила, и останется всего один превент. Уже и не так опасно. Шаман копит фишку, а оборотень атакует закрытого вожака сатиров. Рисковать получить в ответ не имеет смысла в данной ситуации. Выкидываю слабый, наношу 4 раны. Затем бью в него же Номом, на кубике шестерка, сильный удар на 4, проходит 3 раны, остается еще 3, и яхте добивает средним. Мне откровенно повезло, я и не рассчитывал убить и чародейку, и вожака, и готовился прощаться с оборотнем, а теперь он выживет и продолжит вносить огромное количество урона за свою цену. У противника осталось всего 4 существа, одно из которых снова будет бездействовать. Всю игру вожак провел в поисках себя, блуждая по краю поля. Оппонент фактически играл без 5 серебра. Единорог начинает бить Ахти, наносит средним ударом ему 3 раны. Крондок снова делает разряд Духа Горы и заряжает пустыню, которая в свою очередь добавляет Ахти единичку воздействия. Барсан, как и Единорог в прошлый ход, боится закрыться и умереть, и решает остаться открытым. Но это также бессмысленно, потому что я не буду с ним воевать, ведь есть закрытый Единорог. Ахти и Оборотень отбегают в край поля, чтобы Барсан не помешал и не встал в защиту. Первым бьет Оборотень и наносит средним ударом 4 раны, снимая 1 привент. В следующем атакует Ахти наносит сильный удар на 3. Троллоки по очереди метают в Крондока, оба выкидывают среднее метание и Дух Горы его добивает. Теперь летунов моих совсем уже нечем бить. Ном пробует пробить Единорога, Барсан не встает в защиту, получается нанести еще 2 раны. Начинается ход противника, Шаман Душегрыз сразу же закрывает Барсана, и Вожак Сатиров так и остался грустить в сторонке. Делать здесь уже, конечно, совершенно нечего, противник бьет Единорогом по Ахти на 3 и добавляет единичку пустыни и передает мне ход. Ахти наконец-то под занавес игры получает таки второй бонус к урону. Не сказать, что он без него плохо сыграл, но как будто можно было найти для этого момент. Троллоки пытаются самоубиться об Единорога, у которого осталось 2 жизни. У первого не получается, но второй справляется с этой нелегкой задачей. Теперь дело за Барсаном. Сначала его бьет Оборотень, выкидываю средний на 5. От Нома встает в защиту Вожак, получает опять на 2, хоть и должен был только на 1. Затем Дух горы наносит 2 раны, а Ахти 4, и Барсан остается в одном хите. Надо было Оборотням идти на клетку вперед, чтобы Шаман Душегрыз мог завершить дело с руки, но я, как обычно, не посчитал урон перед тем, как начать действовать. Вожак Сатиров на 6 ход наконец-то добрался до кого-то, атакует Ахти и наносит ему средний удар на 3. Осталась одна жизнь, которую сносит пустыня. Можно было и не подставляться, наверное, раз уж не получилось добить Барсана, который идет вперед и простым ударом наносит 2 раны Душегрызу. Троллок добивает Барсана, а Оборотень, Ном и Дух пробивают по Вожаку, и несмотря на то, что он выживает, противник сдается. Одной картой много не навоюешь. Вот примерно так играет колода на Бестелесных, надеюсь, что по этим двум партиям понятен ее потенциал. Жаль, что не записал партии с Гран-при, они были тоже весьма интересные.